Положительное влияние шоколада на организм человека подтверждено многочисленными исследованиями. Доказано, что даже небольшой кусочек оказывает благотворное воздействие на здоровье. Удивительная история шоколада берет свое начало из Латинской Америки, родины, дерева какао. Дальше какао-бобы попали в Мексику и потом уже в Европу. Шоколад был жидким, его пили. Пока один швейцарец, ему не пришло в голову, вот все изобретается в мире, друзья. Когда что-то произошло случайно, произошло раз и количество перешло в качество. Он шоколад растер. В России десерт появился благодаря Екатерине II в конце 18 века. Кондитерское дело было делом иностранцев, поэтому в 1850 году немец открыл в Москве одну из первых фабрик по производству шоколада. Лакомства предназначались для элиты и были завернуты в бархатные и шелковые упаковки с открытками внутри. В советские времена дизайну шоколадной продукции не уделялось много внимания, зато качество не уступало швейцарскому. Здесь я уже заранее растворила сахар, но обычно нам потребуется сахар-песок. Но поскольку у нас сегодня сахара-песка нет, мы его развели водичкой. Добавили какао-порошок и сейчас мы это все будем нагревать. После кулинарного мастер-класса все желающие могли попробовать блюдо, приготовленное поваром. Оно называется фондю и готовить его совсем не сложно, зато эмоций предостаточно. Здесь проходит у нас праздник шоколада, сегодня посвященный Дню шоколада, где нам рассказали об истории происхождения шоколада. Показали нам мастер-класс, приготовили шоколадную глазурь и мы попробовали. Это было очень вкусно. Также для гостей был подготовлен еще один сюрприз. Участники вечера могли присоединиться к мастер-классу по рисованию в технике «Зинтангл». Специально к шоколадной теме член Матичинской ассоциации художников Марина Магдалова подготовила эксклюзивный рисунок, где изображены какао-бобы в этой технике. Это абсолютно не сложно. Получается абсолютно с первого раза. Эта технология рисунка рассчитана именно на людей, не умеющих рисовать. Ну а также она развивает очень много навыков. Во-первых, она очень успокаивает. Это относится к методам арт-терапии. Также она развивает очень зрительное восприятие. Мероприятие проходило в библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Здесь, в рамках программы «Активное долголетие», подобные встречи собирают большое количество мытищинцев. Алла Сталаева, Олег Степанов, Первый Мытищинский. Продолжение следует...